хоба привет с вами доктор влад больше я вас не мучаю с тем микрофоном потому что он ну никакой ребят я уже с ним чаток не делал вот да слышно вообще-то но звук как из консервной банки я пробовал там делать усилитель в общем не годится но я вчера себе новый купил японский вот посмотрим что из этого получится это ладно теперь погода у нас минус 5 с утра ёлка к лмн как говорится ну конечно ужасно для апреля для наших мест холодно с утра холодный снег идет время от времени еще непонятно что ладно о чем сегодня разговор пойдет вот передо мной статья пархоменко не статья вообще то у него есть такая передача суть событий и вот он тут в частности очень интересную вещь говорит насчет вот этих самых санкций ну во первых вот помните ну может с пол месяца назад значит выложили список буквально телефонный справочник до всех лиц которым будут применены санкции ну над этим смеялись вот столько было шума а на самом деле ничего особенного нету да оказывается есть вот сейчас мать и американская но я так подозреваю и европейская система работает медленно вот но концу в конце концов приходит к итогу я бы сказал да к итогу и вот вчера были первые итоги объявили что вот таких 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 значит уже вот из этого списка против них будут включены как бы сказать включена первая скорость так можно выразиться да ну там я вчера вам говорил что там за люди ротенберги и так далее ну казалось бы опять вот обывателю ну так ничего особенного особенно ребята тут это можно как рассматривать во первых их вот активы будут заморожены за рубежом они оттуда не вытянут ну правда дается какой-то срок и можно подумать что путин опять всех переиграл то есть они все деньги потащат в россию свои да а на самом деле мне пришло в голову сравнение что это все равно как на необитаемом острове вот что тебе лучше иметь на необитаемом острове килограмм сыра или миллион долларов а чё ты с ним будешь делать с этим миллионом у кого ты будешь что покупать ты на необитаемом острове вот сейчас россии такой же необитаемый остров ну пускай они приведут свои деньги переведут из америки из австралии там и так далее ну пускай в частности из америки а дальше а как они будут распоряжаться здесь у них в россии уже все куплено абсолютно все заводы все города все куплено и что они будут на эти деньги покупать а за рубежом уже нельзя ребята вот тут я просто своими словами рассказываю вот тут пархоменко приводит в пример кто-то из вот этих вот ротенбергов да например владеет ну совладелец зря я эту статью включил я и так все помню совладелец каким-то аэропортом да что получается во первых туда не будут летать вот все не говоря уже американские самолеты но и из европы тоже потому что если ты с ним связался минфин сша может и тебя тоже под санкции подвести понимаете вот во вторых вот он этого не сказал он спешил но это понятно по контексту что все вот эти самолеты а там же сплошняком боинги русских то нет самолетов все тушки свое отлетали только летают эти вон бомбардировщики дальней стратегической авиации вон из Эндельса да а таких нет у нас ну не у нас а у вас не у нас а у вас да в России нету значит боинги а как их обслуживать запчасти где покупать только на левых рынках потому что официально вот как турбины недавно был случай купили для Крыма турбины у компании Сименс и все и скандал вот ну это будет потихонечку стареть ребята это все долгосрочно вот сразу в этих санкций не почувствуете ну может быть только рейсы отменятся да вот в те аэропорты вот которыми заведуют видите они же как это есть такое выражение шишку держат по всей России они везде их щупальцы а раз там твои щупальцы есть все санкции значит нельзя не летать туда не будут ну это просто вот насчет аэропортов да не летать туда не будут ни парк не будут обслуживать ничего не будут если только там мелькает фамилия вот этих Ротенбергов к примеру да там их много на самом деле вот это первое второе вот там есть вообще казалось бы случайно какие-то люди вот в этом в первом списке да для чего это делается казалось бы они особо и к Путин не имеют отношения и не миллиардеры ну мелкие сошки скажем так да а это делается потому что вот из всего этого телефонного списка да могут дернуть любого ребят чтобы боялись чтобы земля горела под ногами оккупантов вот именно оккупания оккупанты они оккупировали страну вот и сейчас выясняется что им связали руки и ноги и язык привязали к ушам они ничего не могут вот даже с огромными деньжищами как на необитаемом острове они ничего не могут сделать негде купить понимаете ну в общем вот как-то так насчет вот этих санкций и это только начало понимаете я говорю американская система правосудия ужасна она работает долго но она всегда всего добивается цели поставлен понимаете ну это первое второе на фейсбуке вчера выступал этот конопатый фейсбука да и вот он сказал что сейчас все аккаунты которые занимаются политикой какую-то рекламу дают политическую вот они все будут проверяться во первых там вымерли чертова пропасть этих троллей вот а во вторых все те которые собираются на фейсбуке продвигать какие-то политические взгляды не важно какой страны потому что Россия вмешивалась не только выбор в США ну и во Франции и в Испании вот сейчас вот идет пытаются они отделиться и ну везде вот где только можно понимаете вот на фейсбуке тоже сейчас вот этих троллей будут вырезать я говорю Россия становится необитаемым островом понимаете обитают на ней россияне конечно по россиянам это ударит ну как это есть такое украинское подскажите кто с Украины бачили очи шурубили как-то так вот видели кого выбирали Путин самый лучший самый хороший президент выбрали ну давайте еще вот 6 лет как минимум он ваш и с ним вы будете падать вот ту же самую дыру в которой уже давно падаете а началось все это вот я все-таки поддерживаюсь своего мнения началось все это сочинская олимпиада когда зимнюю олимпиаду решили провести в курортном городе в субтропиках вот тогда он уже это был пробный камень он смотрел как на него среагирует ага съели проживали ну а дальше уже сразу пошло вот это Крым и Донецк вот а вот этого уже вот все-таки знаете вот бывает последние капли да которые камень долбит да это была уже последняя капля уже мировое сообщество не согласно иметь с таким дело вот вы его выбрали это выбор ваш только ваш вы сами ходили опускали бюллетень ну вот теперь ждите неприятностей собственно они уже начались ребята по сравнению с предыдущими всеми санкциями это небо и земля понимаете вот сейчас уже идет целенаправленная политика на окружении Путина как я там вот где-то сказал что это уже к нему в спальню зашли все вот всех личных друзей начинают бить и уничтожать а поверьте что у Америки да собственно говоря не только Америки у всех у всех разумных стран сколько угодно есть сил средств и методов всего хорошего до свидания доктор Влад с вами ой ой вот сюда оп